Сегодня по многочисленным просьбам жителей, жилосевостроителей, мы поехали посмотреть на те разрушения, которые... Поехали посмотреть на разрушения. Дело в том, что в Алинина 18 и Алинина 22 слишком там разрушены крыши, сдвинуты плиты. И разрушения эти были еще... Они с января месяца. То ли с января, то ли с января. То есть квартиры заливаются водой. Вода протекает до первого этажа, она течет по стенам. Квартира, конечно, в плачевном состоянии. Проводка в любой момент может загореться, потому что она тоже постоянно находится... Она в сырости. Портится мебель, портятся вещи, люди болеют, болеют детки. Конечно, я понимаю, я понимаю, ЖЭК, для того, чтобы ремонтировали, для того, чтобы, возможно, можно было закупить все материалы, и люди должны оплачивать за квартиру. Но чтобы оплачивать за квартиру, у нас же деньги, пенсии получать люди стали совсем недавно. Вообще, финансовый вопрос вообще очень остро стоит у нас. Тем более, пенсии такие маленькие. Хотя, по словам бабушки, у нас пожилые, у нас, так сказать, да, женщины, люди старшего поколения, люди старшего поколения стараются хотя бы небольшие взносы, но за квартиру платить. С другой стороны, жители, возмущенные тем, что на них никто не обращает внимания, отказываются платить за квартиру. И получается такой закон бумеранга. Квартиры не оплачиваются, не за что закупать стройматериалы. Не за что закупать стройматериалы, нечем ремонтировать. Вот. Ну, сейчас в основном строительные материалы в массе свои есть. Нужна арматура. Нужна арматура. Очень нужна арматура. Пусть и немного, там ее около 140 килограммов, но она нужна. Арматура должна быть новая, сертифицированная. Вот. Необходимо достать эту арматуру, и тогда людям отремонтируют крыши. Они уже даже бедные не зайкаются о ремонтах квартир. Им главное отремонтировать крыши, потому что любой дождь, они опять потоки воды на них обрушиваются. Вот уже начало июня. Еще полмесяца июня, августе, там уже начинается осень, опять зима. Люди даже сами готовы ремонт в квартире делать, только просят, чтобы отремонтировали крышу. Крыша течет очень сильно. Там просто дырки, в крыше дырки. Вот мы вошли в подъезд, конечно, в подъезде, я не знаю, как там люди живут. Там такой воздух, там такой запах. Ну, там реально жить просто невозможно. Поэтому вот постараемся, чем в наших силах, мы постараемся людям помочь. Вот сегодня, я понимаю, что это дело не одного дня. Вот сейчас задача найти арматуру. Поэтому вот обращаюсь ко всем к таким неравнодушным людям. Если у кого есть возможность, хотя бы немного. Знаете, как с меру по низке полома сорочка. Хотя бы немножко, кто сколько может. Мы будем обращаться к предпринимателям за помощью. У нас, я знаю, у нас в городе много неравнодушных людей. Я думаю, мне очень хочется видеть то, что мы этот вопрос решили. И люди будут с крышей, когда из-за шиворот перестанет просто капать вода. И, наконец-то, они смогут сделать ремонт, просушившись к зиме. Свои квартиры сделают ремонт, чтобы уже зиму и осень встретить в нормальных жилищных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok